здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале ну что ж предлагаю всем получить порцию вдохновения очередную порцию вдохновения от людей таких же как и мы с вами от людей которым нравится наряжаться которые своим примером действительно вдохновляют меня и зрителей моего канала на то чтобы выглядеть хорошо классно стильно так как зачастую действительно нам женщинам хочется самой обычной повседневной жизни хочу обратить внимание на эту девушку у нее очень хорошо и интересно и так нужно заправлять свитер в особенности если он объемный с одной стороны этого парня тоже я вставила в самом начале этого ролика потому что хотел обратить ваше внимание на так называемую старомодную дубленку она мне очень очень понравилось это синьора это безусловно пример стритстайлера сайз плюс посмотрите как все достаточно просто я думаю образ составлен интуитивно но здесь помимо прекрасного сочетания цветов здесь есть некая иллюзия многослойности потому что краевыглядывающие блузы на самом деле очень хорошо видно это пришитая часть непосредственно к свитеру здесь в этом образе очень важны пропорции пропорции между пальто и укороченными брюками и здесь очень важен большой объемный воротник именно он задает хорошие пропорции которые даже стройнят данного стритстайлера и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Дорогие зрители, мы снова находимся перед витриной «Max Mara Weekend». Это удивительно, но я поймала себя на мысли, что постоянно снимаю именно эти витрины «Max Mara Weekend». Это действительно линейка, которая предназначена для повседневной жизни, для каких-то дел, которые требуют большего комфорта, потому что витрины просто «Max Mara» никогда не привлекают такого моего внимания. В общем-то, нечего мне на примере витрин «Max Mara» вам рассказать. А вот здесь я заметила, помимо снова красивого сочетания бежевый плюс белый, то, что называется уже классика жанра, я хотела обратить ваше внимание на рукав, на игру длины рукава. Видео про длину и грудлин пока еще не выпущено. Кстати, вот опять же я обращаю внимание, что кроссовки нам предлагают носить и сочетать с такими достаточно классическими все-таки вещами. Это очень удобно, это очень современно, модерно, как я люблю говорить, часто за это слово меня критикуют. Но обратите внимание, конкретно на этой витрине, как не случайно и как интересно смотрится игра длины рукавов в данном случае, потому что в образе с пальто. Да, эти витрины традиционно привлекают очень-очень многих, не только меня. Традиционно мы предполагаем, что может выглядывать из-под рукава, в данном случае пальто, либо пиджака, один слой, либо выглядывать совсем чуть-чуть, это более привычно. Но посмотрите на этой витрине, как сильно подняты рукава, как обычно я ношу и как многим советую на верхней одежде, в данном случае это красное пальто. И заслуживает особого стритстайлерского внимания вот такая трехступенчатая разница в длине рукава, такая трехступенчатая многослойность на рукаве. Признаться, я часто сама так ношу и просто вот такое совпадение, что сегодня и витрину я подобную увидела и сама одета подобным образом. Я покажу вам два своих рукава, а вы угадайте, где большая гармония, скажем так, в разнице. Вот первый рукав, посмотрите, здесь явно не одинаковая разница в рукавах, в той части, которая выглядывает. А это второй рукав. Обратите внимание, что здесь все части, выглядывающие друг с подругой, примерно равны. Могу вам сказать, что вот этот вариант, он более удачный. И подтверждение этого я вижу сама, когда смотрю на себя в зеркало и снимаю себя. И подтверждение этого мы видим на данной витрине. Трехступенчатое выглядывание, когда один слой выглядывает и примерно равен другому слою, который выглядывает так же. Речь идет прежде всего о рукаве в данном случае. И слой из-под слоя, когда мы опять же говорим о слоях на рукаве, это гораздо более удачное сочетание. В то время как, если мы имеем просто рукав и что-то из-под него выглядывает, край блузки, либо рубашки, то здесь мы можем экспериментировать. Здесь бы я скорее отдала предпочтение вот такому явному контрасту длины. Обратите на это внимание, это очень удобный и легкий прием стильно носить свою одежду. КОНЕЦ Дорогие зрительницы, этот образ заслуживает отдельного внимания. Возможно, вы думаете, что я показываю вам эту модницу. В силу того, что у нее сумка Шанель, будем надеяться, что это не реплика. Но на самом деле я хочу обратить ваше внимание на два момента. Это темные колготки с достаточно все-таки светлыми и контрастирующими, в данном случае, серыми кедами. Я много раз говорила, обращала внимание, что да, черные колготки со светлой спортивной обувью носит здесь в Италии, на мой взгляд, это очень красиво. Но я также вижу на этой моднице жилет из меха ненатурального, который я много раз видела как в обычных магазинах, так и на самом обычном рынке на рыночных развалах. Это в который раз наглядно демонстрирует, что для того, чтобы найти свой стиль, нужно действительно не бояться экспериментировать. И именно недорогая одежда дает нам возможность и свой стиль найти, и много экспериментировать, и ошибаться, и за свои ошибки не очень дорого платить. Из своих роликов в рамках минимализма, которые я записываю, я часто обращаю внимание на очень простую концепцию, которая поможет очень-очень многим. Если вы задумаетесь о какой-то вещи, это может быть аксессуар, это может быть, как в моем случае, бижутерия, это может быть пальто какого-то неожиданного цвета, прежде чем купить, скажем так, дорогую версию, постарайтесь найти бюджетную, поносите, посмотрите, насколько она вживается в ваш гардероб, насколько вам комфортно с этой вещью и в этой вещи, и только потом ищите себе версию более дорогую. Это действительно избавит вас от фэшн-ошибок, за которые зачастую мы платим слишком дорого. Дорогие зрители, вынуждены, просто вынуждены констатировать, что несмотря на то, что сегодня суббота, очень многие не работают и имеют возможность прогуляться, итальянцы, я говорила, очень любят гулять, сегодняшний спритстайл достаточно невыдающийся, при этом, в общем-то, и на улице не холодно, и настроение у всех праздничное, но люди как-то не постарались сегодня принарядиться. Истинных стритстайлеров сегодня, признаться, я встретила достаточно мало, но все-таки есть хорошие примеры для подражания, прежде всего, хорошие идеи сочетания цветов, как в данном случае, интересные идеи с аксессуарами. Всегда есть, всегда есть чему поучиться, и всегда есть чему поучиться, прежде всего, наблюдая за другими людьми. Что ж, я желаю всем предновогоднего настроения, ощущения праздника, я желаю всем получить те подарки, которые вы сами себе загадали, которые вы сами желаете получить. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»